Сегодня стали известны новые данные расследования воскресной железнодорожной аварии в Нью-Йорке, в результате которой погибли 4 человека. Ее виновником, по всей видимости, стал машинист. Следствие пришло к выводу, что поезд превысил допустимую на повороте скорость почти в три раза, и кондуктор слишком поздно нажал на тормоза. За ходом расследования следит мой коллега Евгений Маслов. Женя, что известно о том, чем подтверждается эта версия? Это, похоже, сейчас основная версия следствия, хотя детали трансмозной системы еще не обследованы. Эту версию подтверждают, впрочем, показания черного ящика, извлеченного накануне. Что пытается установить следствие? Сейчас пытаются установить разницу во времени между тем, когда поезд сошел с рельсов, и тем, когда водитель нажал на тормоза. Разумеется, учитываются и показания очевидцев и свидетелей, которые в один голос заявляют, что поезд метро Норс шел на слишком высокой скорости. Теперь уже известно официально, что сошедший с пути поезд двигался со скоростью не вдвое, а втрое выше, чем допускалось по инструкции на повороте. 132 километра в час вместо положенных 48 километров. Очевидно, что аварии можно было избежать даже при этой скорости, если бы тормоза сработали своевременно. Водитель поезда утверждает, что тормозная система отказала. Но следствие приходит к выводу, что система не отказала, а не справилась, поскольку была задействована слишком поздно. Приблизительно за 6 секунд до того, как поезд сошел с рельсов, заработали тормоза. Но поезд продолжал двигаться по инерции, она была слишком большой. Водитель поезда Уильям Рокфеллер не пострадал, утверждает, что сам был изумлен произошедшим. Следов алкоголя в его крови следствие не обнаружило. Но не исключает при этом версии, что он задремал на время. Именно этим объясняется тот факт, что слишком поздно водитель ударил по тормозам. Я помню, что перед тем, как поезд сошел с рельсов, его стало трясти и раздался скрежет. Людей бросало из стороны в сторону еще до того, как вагоны начали переворачиваться. Напомню, что локомотивы 7 вагонов сошли с рельсов, не вписавшись в крутой поворот на подъезде к Манхэттену на берегу Гудзона. 4 вагона перевернулись. Один из них едва не съехал в реку. Четверо погибших, 67 раненых, 11 из них в тяжелом состоянии. Одно из главных пригородных направлений Hudson Line, которое для сообщения с Нью-Йорком ежедневно выбирали 26 тысяч человек, по сути теперь заблокировано до конца недели. Еще одна интересная деталь. Полиция сейчас в качестве улик рассматривает и сотовый телефон водителя поезда. Следствие пытается установить, разговаривал ли он по телефону или посылал смс-сообщение в тот момент, когда поезд пошел на разворот. Но в любом случае, похоже, что человеческий фактор – это одна из причин аварии в Бронксе, если, конечно же, не основная. Евгений, благодарю вас. Корреспондент РТВ Евгений Маслов следит за ходом расследования о крушении поезда в Нью-Йорке.